Красиво нам сегодня расскажет наша гость Эльвира Емельянчикова. Доброе утро, Эльвира. Доброе утро, друзья. Доброе утро, еще раз. Доброе утро, друзья. Даже микрофон включили. Вот вам и первая конфликтная ситуация. Да. Здравствуйте. И микрофон забыли включить. Я хочу напомнить, что у нас Эльвира это семейный психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги и гипнопрактик. Представляете, все как серьезно. Ну что ж, Эльвира, давайте начнем. Все мы живем в социуме. И понятно, что всегда быть спокойным человеком, адекватно реагировать на происходящее не всегда получается, даже если мы этого очень хотим. Но как объяснить с научной точки зрения? Почему так получается, что мы все-таки конфликтуем с близкими, ну или просто с окружающими нас людьми? Ну, конечно, никак нельзя исключить конфликтные ситуации, потому что мы все существа социальные, как вы сказали, все верно. И все исходит из того, что у нас внутри существует как бы внутриличностный конфликт. Это самое главное. Уже Фрейд писал на эту тему то, что у нас есть два внутри конфликта. Это два инстинкта, которые враждуют между собой. В первую очередь, это инстинкт развития, создания жизни, это эрос, да, то есть движение вперед, такой сексуальный импульс. И второе, это называл он его тонатос, разрушение, деструктивный такой подход, то есть тогда, когда мы хотим, наоборот, все разрушить, то, что создали. И вот внутри два этих конфликта сталкиваются, и уже внутри личности существует конфликт. То есть мы такие существа, которые несем в себе уже этот конфликт внутриличностный. Поэтому это неизбежно. Вы знаете, нам сегодня звонили и рассказывали о конкретных ситуациях и то, как люди себя в них ведут. Вот одна женщина сказала, мне не важно, что мне говорит человек, я просто улыбаюсь ему и прошу улыбнуться в ответ. И очень часто это срабатывает. Но ведь часто это может раздражать людей. Но это ее точка зрения, ее такой способ коммуникации с окружающим миром. То есть она как будто обезоружила, улыбнулась, и такому человеку сложно в ответ что-то грубить, говорить какие-то глупости. То есть она сразу купировала конфликт. Почему нет? Так тоже можно. Вы знаете, я была в такой ситуации, когда я хотела купировать конфликт и вообще никак не вступать, я молчала. Но это еще больше раздражало человека, и человек начинал кричать, превращался просто в какого-то такого зверя. И я, честно говоря, на тот момент не знала, как из этой ситуации выйти. Ну вот, в общем-то, получается, что Эльвира сейчас подтвердила ту сентенцию, о которой мы говорили чуть ранее, буквально полчаса назад, что причины любого конфликта – это наше внутреннее состояние. Поэтому разбираться нужно не с окружающими, разбираться надо с самим собой прежде всего, искать мир внутри себя, неврозы внутри себя побеждать, а уже после этого жить с радостью. Ну опять какой-то идеальный мир получается. Ну а ты понимаешь, ведь идеальный мир – это не равно несуществующий мир. А почему у нас так вдруг все получается? Все как-то очень. Нажми, пожалуйста, там на красную штучку. У нас тут… Оп, должно сработать. Думаешь? Ну, я сейчас предлагаю уйти на песню. И решить этот конфликт с нашей техникой. Если получится, конечно. Ну что, всем добрейшего утра, прекрасного настроения. Мы вернулись в эфир, у нас уже все в порядке. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Эльвира Емельянчикова. И мы вместе с Эльвирой разбираемся, как выйти красиво из конфликтной ситуации. И если наше железо нас вновь не подведет, то мы узнаем ответ на вопрос прямо сейчас, есть ли у конфликтных ситуаций какие-либо преимущества в жизни. Ну то есть вот не стоит огорчаться тому, что произошел конфликт, это попытаться извлечь из этого максимальную пользу. И как это сделать, да? Да, и как это сделать? Конфликт – это всегда развитие. То есть мы развиваемся в конфликте. Если нас что-то тревожит, беспокоит, что-то задевает даже в другом человеке, например, даже как ревность, да, некоторые психологи говорят, не надо ее убирать. Это как стимул к развитию. Вы смотрите, удивляетесь, как он это смог достичь. А иногда сам удивляешься, как ты реагируешь на какие-то события. И у вас есть какая-то степень роста. Конфликт не всегда решается таким, ну можно сказать, агрессивным путем. Можно его решить мягко и дипломатично. Как говорил наш преподаватель по конфликтологии, любой конфликт рано или поздно усаживает нас за стол переговоров. Туда еще нужно попасть за этот стол, да? Некоторые сопротивляются. Тогда хочется поколотить. Конечно, конечно, но это уже, как мы говорим, вооруженный конфликт или такой конфликт с применением сил. Не всегда нужно до него доводить, но некоторые не могут с этим справиться. О чем это говорит? Говорит о том, что зашкаливают эмоции. Если у нас эмоции зашкаливают, если уже напряжение максимальное, то тогда можно и ударить, можно и что-то высказать. Это состояние аффекта какого-то. Состояние, да, то есть такое уже неуправляемое. Что в этих случаях психологи рекомендуют? Подышать, да? То есть есть такая технология дыхания по квадрату. Нужно вдохнуть глубоко, задержать дыхание, потом выдохнуть, снова задержать дыхание, и так хотя бы три раза. Прийти в состояние равновесия, и тогда уже хотя бы разговаривать. То есть поговорить со своими оппонентами и как-то попытаться мирно это все решить. Но не всегда это получается. То есть это состояние настолько тяжелое, настолько как бы обволакивающее, то есть тебя куда-то прям утягивает, как в воронку конфликта, как будто затягивает. И в этот момент, то есть это все зависит от нашего сознания, когда мы сможем это все остановить. Тут разные способы хороши. Можно просто выйти продышать, можно сказать, давай-давай, подожди, сейчас делаем паузу, если есть такие силы, сказать вообще. Некоторые просто оскорбляют и быстро выбегают. Ну, это другой тип конфликта, избегание. Вот есть такой конфликт. Некоторые приходят и говорят, ой, у нас даже вообще все хорошо в отношениях, у нас так все хорошо, что мы даже не разговариваем. То есть на самом деле это холодная война. Я говорю, подождите, вы не разговариваете, но вы как будто бы желаете друг другу, чтобы вы вообще не появлялись. Это не выход из конфликта, это, можно сказать, такая позиция подростка, избегание. Почему он принимает такую позицию? Ну, ему нечем крыть, родители ругают, он забегает в комнату, хлопает дверь и говорит, все, я не хочу вас ни видеть, ни слышать. Вот конфликт, он неразрешенный, он затягивается, затяжной такой конфликт. Ну, это не совсем такой, знаете, правильный выход из конфликта. Ну, допустим, многие люди уже в зрелом возрасте все равно используют эту стратегию избегания. То есть я избегаю этого конфликта, его как будто бы нет. Ну, вот как это выглядит во взрослом возрасте. Ну, допустим, муж с женой живут, жена знает, что по пятнице муж приходит веселый с работы, и она говорит, ой, я этого видеть не буду, я уеду к маме. Вот он приехал тут. Я все наготовлю, все готово. Да, 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 вот я не буду видеть, как он зашел, и мне это неприятно, я этого буду избегать. Вот уехала, а потом приехала, когда он уже тресненький, хороший. Хороший, да, то есть я не буду говорить об этом, что мне это не нравится. То есть, ну, она не говорит, а он продолжает. То есть конфликт вроде бы его как будто нет, а на самом деле-то есть. А у нее все копится, копится и копится. А у нее все копится, да, совершенно верно. Оно копится, может быть, в отложениях лишнего веса, возможно, в какой-то другой психосоматике. Нервный тик. Нервный тик, да, обеспечен. Может быть, какие-то другие заболевания. Так что же делать в этом случае? Ведь вы сейчас назвали такую ситуацию, которая, ну, очень часто встречается. Довольно распространенную, кстати, сказать, да. Нужно поговорить и задать себе вопрос, что я теряю, если я скажу, что самое страшное произойдет, если я скажу, что мне это не нравится. То есть это тоже про наши личностные границы, когда мы можем обозначить проблему, сказать, что нам не нравится, это уже взрослая точка зрения. Это мы, когда повзрослели, мы можем сказать. Да, вот бывает так, что клиенты рассказывают, вот я уже взрослый человек, взрослый мужчина, но мама мне названивает каждый день по сто раз в день. Я же не могу трубку не взять, это же мама. Она звонит, надо ответить, кому надо. То есть нужно в этих случаях тоже попробовать поставить границы, сказать, мам, ну, давай я тебе буду звонить раз в неделю, чаще не надо. Ну, как же так, мама обидится. То есть или обижаетесь вы, или вам неудобно, что вам мама названивает, вам нужно взять трубочку и что-то ответить. Либо тогда уже мама понимает, что вот, вы выставили условие, и нужно... Минуточку! Мамочка всегда одна у человека. Да-да-да. Ну, когда вам уже 30, 40, 50 лет, то есть вы можете поставить свои условия, сказать, давайте будем общаться раз в неделю. И это нормально. Если вы не успеваете отвечать на каждый звонок. Это тоже конфликт, но вы его решаете. Вы хотя бы поставили свои условия. Не факт, что там прямо сразу примут эти условия. Иногда посопротивляется там сторона. Ах, неблагодарный сын! А я ж тебя вырастила, а я ж ночь-то не спала. Потом уже будет восприниматься как должное. Да, вот поконфликтовали. Ну, вот у меня такая позиция, уже взрослая позиция, и так можно. Я тебя, мамочка, все равно очень люблю, все равно за тобой очень скучаю. Ну, давай будем с тобой говорить хотя бы раз в неделю. Я постоянно занят, я работаю. То есть, получается, преимуществом таких конфликтных ситуаций является возможность отстоять какие-то свои границы и решить в свою пользу какие-то вещи, которые лучше не замалчивать. Да, да, да. Тогда конфликт, получается, он уже разрешается, он не затянут во времени, он имеет уже границы, то есть мы обозначили свою точку зрения, и тогда другая фаза конфликта вступает в силу. Это какой-то компромисс. Некоторых даже пугает слово компромисс. Компромисс – это что? Значит, я должен поступиться с какими-то своими идеалами, да? То есть, нет, я не хочу принимать другую точку зрения. Но когда нас двое, особенно если это семья, нам в любом случае придется договариваться. Нужно выслушать своего оппонента, ни в коем случае не обзывать его, не переходить на личности, а говорить именно о конфликте. То есть я тебя на самом деле люблю и уважаю, но конфликт, в этой конфликтной ситуации ты поступил, ну, не совсем корректно. Давай рассмотрим еще раз эту ситуацию. Вот у меня такие-то требования, у тебя такие требования. И давай подумаем, как мы придем к общему знаменателю. Как сделать так, как я хочу. Как мы оба хотим, да? Как сделать так, чтобы всем было хорошо. Так не бывает. Все равно кто-то останется недоволен. Ну, а компромисс это как раз тот вид решения, когда оба недовольны, получается. Да, оба недовольны, да. Да, ни нашим, ни вашим, как у нас говорится. Друзья, я думаю, что каждый из вас попадал в какую-то конфликтную ситуацию. А может быть, кто-то сейчас находится вот именно в этой ситуации, вы не знаете, как выбраться и что делать. У вас есть уникальная возможность задать вопрос. О конфликтах мы сегодня говорим. У нас в гостях Эльвира Емельянчикова, семейный психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги и гипнопрактик. У нас есть сообщение от наших радиослушателей. Да, Максим написал, он пишет следующее. Я живу с родителями, у них между собой очень часто бывают ссоры, и вообще очень часто конфликтные ситуации возникают. Я даже иногда спрашивала у них, вы что, перед свадьбой договорились кричать друг на друга каждый день? Я уже с первых секунд вижу, что у них сейчас произойдет. Потом смотрю по своему настроению, и у меня два варианта событий. Первый вариант это, это я успеваю за пару секунд до ссоры очень резко что-то у кого-то спросить. То есть я перевожу их внимание на себя, и на какой-то момент конфликт будет исчерпан. Вариант второй, когда уже ссора произошла, я просто ухожу в этот момент и громко хлопаю дверью, чтобы хоть как-то их растормошить. Что мне делать? Хороший вопрос, но тут нужно еще уточнить, сколько молодому человеку лет. Я думаю, что совершеннолетний. Совершеннолетний, наверное, да, потому что он пишет уже так осознанно и грамотно. В данной ситуации имеет место быть такой момент, как в системной семейной терапии называется триангуляция. То есть тот момент, когда создается треугольник, и кого-то втягивают. В данном случае вот сына, родители втягивают в этот треугольник, втягивают в конфликт. И ждут, что наверняка он встанет на чью-то сторону, на сторону мамы или на сторону папы. Обычно, если конфликты бывают, парень молодой, он всегда защищает маму, да, особенно если там еще что-то к этому прилагается, алкогольное опьянение или что-то еще, не дай бог, рукоприкладство. То есть обязательно ребенок защищает кого-то из родителей. Маму защищает, и не всегда у него получается. А иногда и получается. Он вырастает и понимает, что он должен защищать. Ситуация семейная нестабильна. Такие молодые люди с трудом строят свои отношения, иногда долгое время живут самостоятельно, не создавая пару. Тот момент, когда он решил уходить из комнаты, ну, не решает вопрос, он тогда в любом случае может задать родителям такой вопрос, сказать, вы хотите ругаться или вы хотите решить вопрос? То есть они могут тогда остановиться, что действительно мы хотим ругаться? Нет, мы хотим решить этот вопрос. И, возможно, будет ситуация решена. Ну, а с другой стороны, если он уже взрослый, он не может это терпеть, то зачем он терпит, да? То есть ему можно посоветовать, хотя психологи не должны советовать, жить самостоятельно, снимать какую-то квартиру либо комнату, чтобы не видеть... Я так понимаю, что он зависим от родителей, возможно, он учится. И должен поставить им условия. Если вы будете ссориться, то я от вас уйду. Ну, возможно, так. Сынок, в добрый путь! Да, без шапки, в ночь холодную. Ну, возможно, что вопрос продиктован вообще болью за родителей, потому что надо наблюдать за конфликтом двух любимых людей. Это очень непросто. И, конечно, возможно, парень ищет какого-то выхода для себя, но здесь я даже не знаю, что тут посоветовать. Просто снять себя ответственность и сказать, что я за это ответственность не несу. Это взрослые люди, и они выбрали такой способ коммуникации, как конфликт. Иногда даже ребенок неосознанно заболевает либо начинает вести себя не совсем корректно для того, чтобы объединить родителей, то есть перетягивает внимание на себя. И в этот момент, когда они уже ссорятся, они понимают, что нужно лечить, спасать этого ребенка либо подростка, и перестают ссориться. То есть такое неосознанное поведение, перетягивание внимания на себя для того, чтобы родители снова объединились и хотя бы общались и хорошо, выстраивали коммуникации без крика и без скандалов. Но еще же может быть такое, например, если ребенок думает, что это именно из-за него ссорятся. Например, если мама кричит на папу, что я так устаю, я ночами не сплю, и причина всего этого маленький ребенок, то это же тоже как тяжело, это же все детство закладывается. Да, такие были случаи. Мне рассказывали клиенты на консультациях, что мама всегда обвиняла меня, вот я болею, это ты виновата, ты себя плохо ведешь, ты по-хамски с нами разговариваешь, это ты виновата в моих всех болезнях и проблемах. То есть ребенок тогда вырастает с чувством вины. Это такое перекладывание ответственности. Очень часто бывает в семьях, и на консультациях мы как раз эту тему разбираем, помогаем избавиться от этого чувства вины, потому что вина, она когда скапливается, она требует наказания. То есть даже за то, что ты не виноват, ну, когда-то понесешь какую-то ответственность или наказание какое-то придет. Ну, не всегда это так, конечно. Человек иногда, бывает, справляется сам, то есть начинает анализировать. Ага, в моей ситуации, в моей семье родители ругались, я не допущу, чтобы было так у меня. Спасибо, родители показали, как не нужно делать. В моей семье будет кардинально по-другому. И уходит выстраивать отношения уже так, как он считает нужным. Мне почему-то кажется, что все эти проблемы у людей, у которых слишком много претензий к миру вообще. Проще надо быть. Пойти вот песню для соседа, например, послушать. Как-то быстро закончился час, и в итоге решили мы задать последний вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста, Эльвира, может быть, есть какая-то общая рекомендация для людей, которые либо склонны к конфликтам, либо часто присутствуют в конфликтной среде? Как можно снивелировать все эти непростые вещи, которые человека окружают, раздражают, мучают, доставляют беспокойство? Ну, конфликтов, как мы сказали, уже не избежать. Если вас по каким-то причинам втягивают в конфликт, и вы это осознаете, понимаете, что тут может быть и манипуляция, и человек действительно хочет отстоять какую-то свою точку зрения, попробуйте с ним просто поговорить, сесть и выяснить все моменты. Расскажите о том, что хорошего есть в ваших отношениях. Начните с чего-то доброго и теплого. На самом деле мы с тобой долго так дружили, я дорожу нашими отношениями. Но сейчас произошла какая-то конфликтная ситуация. Как ты видишь выход из нее? Я вижу вот такой-то выход. Предложить свою какую-то модель выхода из этой ситуации. Ну, это если есть тот, с кем контактируешь. А если, ну, например, я водитель, и я каждый день на дорогах города встречаюсь с конфликтными ситуациями. Я имел в виду какую-то технику, которую мне нужно применить на себя. Мне для этого не нужен другой человек. Вы говорили о технике дыхания, да? Успокоиться, продышаться, сказать, это его право конфликтовать или его право... А можно прокричаться. Прокричаться можно, прокричаться и продышаться, или погромче включить музыку, многие так делают. Или ничего не отвечать, просто улыбнуться и поехать. Возможно, улыбка будет воспринята как некое такое тоже избегание. Некоторые скажут, да, это издевательство, он еще и улыбается, да? Ну, то есть, или просто ответить хорошо, хорошего тебе дня, я поехал, да? То есть, не обращать внимания, не вступать в конфликтную ситуацию. Если мы уже вступили, нам придется действовать. То есть, за одним бранным словом последует другое. А может быть, в случае, если вы чувствуете, что все это доставляет вам уже слишком много беспокойства, стоит обратиться напрямую к специалисту и не стесняться уже этого, признать внутри наличие некой проблемы и пройти какой-то курс специализированной помощи. Наверное, может быть, так. На этом, наверное, стоит подвести итоги нашей сегодняшней программы. Не молчите, разговаривайте и улыбайтесь. Помните, что сегодня день улыбок глазами. И самое главное, погасить конфликт труднее всего пеной изо рта. Это точно.